О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Летели стекла. В центре Киева неизвестный выстрелил из гранатомета по ресторану. Что удалось узнать следователям? Дорогое 8 марта. Почем цветы для женщин в столице и как праздник отмечают в Европе? Смертельный яд. Что нового? Сказали правоохранители в деле об отравлении шпиона в Великобритании. Торговая война, что на сей раз рассорила Америку и Европу. Обстрел в центре столицы. В половину третьего ночи неизвестный открыл огонь из гранатомета. Стрелял по террасе одного из элитных ресторанов на улице Владимирской. В результате начался пожар. Выгорела часть внутренних помещений. Никто не пострадал. Пламя быстро потушили. Полиция уже изъяла видео с камеры наблюдения. На кадрах виден момент стрельбы. Но пока записи не обнародуют в интересах следствия. Рядом со зданием нашли тубус от гранатомета. Сейчас проводим заходы для того, чтобы расшукать эту людину и его и модерных сотрудников. Они уже распечатали криминальное проведение. Это умысшее уничтожение или уничтожение майна в целом небезопасном способе. Это тяжкий злочин, потому что он нам позволит заделить максимально весь комплекс оперативно-расшуковых и следственных действий для раскрытия этого правопорушения. Киев это возможно единственное место в Украине, где сегодня стреляли из гранатомета. Даже на передовой боевики применяли только пулеметы. Обстреливали украинские позиции возле поселка Луганское. На других участках фронта тишина. Так что у армейцев была возможность поздравить с праздником женщин. Они сейчас служат связистками, снайперами и даже минометчицами. Но чаще всего встречаются девушки с санитарными сумками, военные медики. Об одной из них расскажет Игорь Левенок. Она была в Иловайском котле, вывозила раненых из Дебальцево, выносила полуживых бойцов из Широкино. Санинструктор Марьяна Танинькова с позывным Мэри едва сдерживает слезы, когда вспоминает о жарком августе 2014-го. Просто нервалы, чтобы хоть как-то. Без боли ничего не было, фактически. То, что при нас только было, в машину с медициной не доехала. До войны Марьяна работала медсестрой в частной львовской клинике. А после начала боевых действий в зоне АТО пошла добровольцем. Сейчас ее обязанность оказывать первую помощь раненым на позициях, а также вывозить их из зоны боевых действий. Говорит, за четыре года чего только не повидало. Такой был позывный директор, тоже в Красносельском уже. Его принесли, у него была разорвана родная клетка. Он был тяжкий, очень тяжкий, но удалось его стабилизовать. Военные рассказывают, на счету у мэрии около сотни спасенных жизней. И сейчас она продолжает служить на одном из самых горячих участков фронта, в районе Светлодарской дуги. На фронте Марьяна встретила и свою любовь. Вышла замуж за разведчика. Сейчас он на боевом задании. Сыну Марьяны Саше уже два года. Сейчас он с бабушкой. Как растет малыш, мама видит только на фотографиях. Я думала, что он не познает. У нас не было три месяца, приехали. То познает. Спочатку так подавился, подавился, потом доверяется. Мэри признается. Муж неоднократно настаивал, чтобы она уехала с фронта. Дескать, работа опасная. И недавно на передовой погибла ее коллега. Но Марьяна ни в какую. У всех так же и дети. Они так же должны вернуться домой. И муж их кто-то помогает. Мэри подписала контракт до окончания особого периода. Месяц назад младшего сержанта медицинской службы Марьяну Таненькову удостоили звания военнослужащей года. Игорь Левенок, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Слуганщины. Подробности телеканал Интер. В Шорстке Сумской области сегодня поздравляли с 8 марта многодетных матерей. Их в этом городе около 50. Местные представители ОПА-блока принесли им подарки и цветы. К тем, кто не смог прийти на праздник в силу преклонного возраста, заехали в гости. Расспросили женщин о проблемах и пообещали помочь в их решении. Вы для нас настоящие героини. И мы вам всем низкий поклон. За вас тяжелый, скажем так. Мы же понимаем, что это сколько детей родить, воспитать. Какой это колоссальный труд. Так поднять детей на ноги, воспитать. Дать им нормальную дорогу в жизнь. Огромное вам за это спасибо. Лидер ОПА-блока Юрий Бойко заявил, что все разговоры об отмене 8 марта не более, чем политический фокус. Его политсила не допустит подобного шага. Да и другие депутаты, по его мнению, такое решение не поддержат. Я уверен, что мы все должны поддерживать наших женщин. Потому что в тяжкие сегодняшние часы, которые есть в стране, наибольший тягар как раз несут на себе женщины. Поэтому я уверен, что этот фокус, как говорят, политический, не пройдет. Не будет никакого отменения 8 марта. Я думаю, что у депутатов выстачит здорового глузда не творить этого действия. Хочу поздоровить всех наших черепных женщин с святом 8 марта. Побожать им счастья, здоровья, мира в домах. Цветы сегодня в буквальном смысле заполонили улицы столицы. У продавцов букетов настоящий бум. В женский день пытаются заработать даже школьники. Почем букетик, узнавал Богдан Вербицкий. В магазинах, переходах и просто на улицах. Розы, хризантемы и, конечно, тюльпаны. Главные атрибуты праздника весны. Всем своим любимым женщинам. А несколько было любимых женщин? Да, да. Самая любимая это мама, а вторая девушка, наверное. К переходу станции метро площадь Льва Толстого в центре столицы. Несколько торговых точек превратились в цветочный рай. Букетик из нескольких тюльпанов, веляхапка роз. Все зависит от финансовых возможностей покупателей. Цены, уверяют продавцы, не поднимали. В спальных районах столицы букет обойдется дешевле. С утра возле метро колонны стихийных рынков. Цены устраивают не всех. Не жалеет своего выходного и Давид. Пока есть свободное время, решил помочь маме заработать деньги. Идет праздник, нас в школах освободили. И как бы лишних денег не бывает. И вот заработать. И заработать 8 марта можно, уверяют эксперты. За два дня продаж, прибыль как за полгода. Даже по старым ценам. В 2018 году рынок квит может складывать 7 миллиардов гривен. Мы можем прохватить, что если за два дня мы продадим 40%, то это означает, что за два дня вытрох по квитам складывать 3 миллиарда гривен. Попыт диктует ціну. Сегодня украинцы не могут себе позволить достаточно много витрачать на квиты. То есть это для богатых уже роскошь, або лишь на такие свята. По статистике, самые дешевые цветы среди постсоветских стран именно в Украине. Розу в магазине можно купить за полтора доллара. Чуть дороже она обойдется в России. А в соседней Беларуси стоит в три раза больше. Но мужчины уверяют, денег не жалко. Главное – любовь и внимание к любимым. Ваши чувства к даме, они не меряются с гривеной, правильно? Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Больше тысячи красных роз получили сегодня женщины на железнодорожном вокзале. Именно здесь уже по традиции поздравлял прекрасный пол с 8 марта лидер радикальной партии Олег Ляшко. От желающих получить цветок и сфотографироваться с политиком не было отбоя. Депутат также призвал коллегу выходить и поздравлять женщин. По его словам, каждому политику необходимо общаться с простыми людьми. Ляшко также в очередной раз подчеркнул, что не позволит отменить праздник. Акции за права женщин прошли в разных городах Украины. Везде лишествия прошли мирно и под какими лозунгами. Объединялись участницы, расскажут наши корреспонденты. Центральная площадь Ужгорода – театральная. Возле кукольного театра митинг против насилия над женщинами. Участниц около десятка. Внезапно их окатили красной краской. А в их сторону полетели листовки с надписями «Феминизму нет». Нападавших тут же задержала полиция. Среди них четыре девушки и двое парней. В одной из задержанных местные журналисты узнали пресс-секретаря националистической организации «Карпатьска СИЧ». А одной из организаторов акции пришлось даже вызвать скорую. Краска бажгла их глаза. Мы были готовы к тому, что прийдут люди и они, возможно, сделают контрмитинг. Но до конкретно таких действий, которые мы видим, которые не только моему майну и государственному майну, мы не были готовы. Феминизм у каждой комнаты. Возле Львовской ратуши сегодня сразу два митинга. Один за идеалы феминизма. Ревность, свободу, сестринство. Я є повноценно сама по себе. Я за это вышла. На втором пропагандируют создание семей, где главный – мужчина. Феминизм – это прояв, в сути, глупостей. Они считают, что женщины так же, как люди, таскать цеглу или работать на шахтах. Харьковские феминистки тоже вышли на улицы под лозунгом «все разные, все равные». Женщины в среднем получают на 22% меньше заработной платы, чем мужчины, работая в тех же условиях, работая на тех же засадах. В прошлом году мужчины пытались лоббировать закон, ограничивающий право женщины на аборт. То есть, по факту, мужчины решали, что может делать женщина со своим телом. На акции замечен и мужчина. Владимир пришел поддержать свою супругу, женского психотерапевта. Вот этот плакатик наши детки нарисовали. Я вообще за права людей, чтобы независимо от того, какого человек пола, он имел одинаковые права. Я сталкиваюсь с проблемами насилия над женщиной, с проблемой вынужденной проституции со стороны женщины. Когда я стала психологом, для меня было шоком, сколько у нас жертв насилия. Лутой, покай, права людей давай! Днепр, давайте, 23, 8 марта! Акция против насилия над женщинами прошла и в Днепре. Ольга рассказывает свою историю. На меня напал мужчина с ножом. Я так понимаю, что он напал с целью изнасилования. Мне удалось убежать. Наше общество должно развиваться в направлении того, чтобы толерантность к насилию, к любому, была нулевой. Участницы акции призвали не терпеть тирании со стороны мужчин. По данным Минюста, в прошлом году в результате домашнего насилия умерли 600 женщин. Ольга Теребинская, Марина Коваль, Галина Якушко, Светлана Шакера, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Без выходного и без цветов празднуют сегодняшний день женщины в странах Евросоюза. Чем дальше на Запад, тем меньше людей слыхали о букетах в этот день. Что такое 8 марта по-европейски, выясняла наш корреспондент в Брюсселе Елена Абрамович. В Брюсселе сегодня возле цветочных магазинов нет ажиотажа. Это обычный рабочий день. И если цветы и покупают, то преимущественно для женщин из Восточной Европы. Продажи цветов на 8 марта в Евроквартале немного выросли лет 10-15 назад, после расширения ЕС, когда членство получили Польша, Словакия, страны Балтии. В самой же Бельгии традиции поздравлять женщин в этот день нет. На 8 марта нет. Цветы дарят на день Валентина, а в день женщин не особо. Нет, никогда не получали подарков, особенно цветов. Можем разве сами друг друга поздравить на словах. Как бы с женской силой, девушки в этот день гордятся собой, но со стороны мужчин нет внимания. Впрочем, бывают исключения. Нам удалось встретить бельгийца с розой в руках. Это для моей девушки. Откуда она? Она из Германии. Так в Бельгии и Германии все-таки дарят цветы к 8 марта? Да, и у меня есть коллега из Болгарии, который тоже поздравляет свою девушку. Мало кто так делает, но мне нравится эта традиция. Более распространенный обычай 8 марта говорить о проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Собирать тематические конференции и дискуссии. 8 марта это не день рождения, не праздник. Это день борьбы против насилия, жертвами которого женщины становятся каждый день. Изнасилование, пытки, контроль, дискриминация и убийство. Только из-за того, что мы женщины. И с этим надо бороться. А еще 8 марта в Брюсселе награждают женщин-новаторов. Победительница получает от Еврокомиссии приз 100 тысяч евро. Кстати, в этой институции более трети руководящих позиций занимают женщины. Четыре года назад их было только 11%. И президент Еврокомиссии пообещал, уже до конца этого года показатель достигнет 40%. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией посоветовала Украине американская сеть друзей. Туда входят бывшие послы и эксперты США, которые поддерживают Киев. По их словам, новым антикоррупционным органам мешают работать, а активистов преследуют. Американцы призвали немедленно создать антикоррупционный суд, а также ограничить неприкосновенность депутатов, чтобы можно было привлечь их к ответственности, особенно по коррупционным делам. США помогут в создании Украинского министерства по делам ветеранов. Об этом главе профильного парламентского комитета Александру Третьякову заявили в ходе его встреч в Вашингтоне, где нардеп находится с визитом. Чем нам может быть интересен американский опыт? Об этом далее в материале. Может показаться, что комитет Американского конгресса по делам ветеранов не самый-то и важный. Мол, не бюджет ведь делит и не внешнюю политику определяет. Но это только на первый взгляд. Правда в том, что Ветеранс коммити – одна из немногих структур, если вообще не единственная, которую не задело противостояние демократов и республиканцев. Если на соседних этажах конгрессмены двух партий спорят до хрепоты и блокируют начинание друг друга, то здесь спокойно голосуют, делая зачастую больше, чем другие. Причем голосуют практически единогласно. Ведь помощь ветеранам – это то, что в Соединенных Штатах объединяет самых разных политиков. На встрече с главой ветеранского комитета Верховной Рады, его американский коллега Фил Роу признается, о нашей стране знает и много. Конгрессмен принял приглашение приехать в Киев и сообщил, готов помогать, чтобы в Украине смогло заработать Министерство по делам ветеранов. Мы хотим создать Министерство ветеранов, чтобы было создано единое окно для ветерана, чтобы его не гоняли по всем министерствам и ведомствам, где он не понимает, к кому ей вращаться. Он пришел и получил весь комплекс услуг, который ему положено. Даже если бы Украина смогла не создавать все с нуля, а всего лишь научиться на чужих ошибках и перенять американскую систему, это уже было бы много. Но глава Украинского профильного парламентского комитета на каждой из своих встреч, за эти дни он провел переговоры не только в Конгрессе, но и с первыми лицами Министерства по делам ветеранов США, и в Американском легионе, и в крупных негосударственных фондах, слышал и слова поддержки, и обещания помощи. Я абсолютно уверен, что помощь от американского Конгресса, помощь от американского Госдепа, помощь вообще от американской стороны будет большая и понятная, кроме всех политических заявок, будет конкретная помощь. Переговоры с представителями Пентагона продолжаются просто в эти минуты. Келли Маккик в американском военном ведомстве отвечает за работу с военнопленными и поиск пропавших без вести. Тема, согласитесь, для Украины непростая и тоже готовность делиться опытом и помогать. Удивление дамы из Минобороны США, мол, неужели у вас, воюющей стране, до сих пор не было? Министерство по делам ветеранов можно понять, но сейчас хоть было, что ей ответить. Хотим взять передовой опыт, их систему и структуру американскую, которую мы бы хотели переложить на Украину. Есть один только вопрос, это политическая воля. Мы увидели, что 10 дней назад парламент свою политическую волю по созданию Министерства ветеранов показал. Теперь слово за кабинетами министров. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Громкое увольнение в Белом доме. От Дональда Трампа ушел экономический советник. Гарикон не согласен с планами президента ввести пошлины на импорт ряда товаров. Эта мера может спровоцировать торговую войну между США и Европой. Чем грозит Вашингтон и какой ответ готовит Брюссель? Татьяна Лагунова подробнее. В шаге от войны торговой Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия, чтобы защитить интересы страны и оздоровить американскую экономику. Европа воевать готова и уже продумывает свой ответ. 25% на стали, 10% на алюминий. Это пошлины, которыми Дональд Трамп собирается обложить импортеров. Официальное решение пока не подписано, но хозяин Белого дома пообещал американским бизнесменам. Он не передумает. Итак, мы, вероятно, увидимся на следующей неделе и подпишем это решение. И у Вас впервые за долгое время будет защита государства. И Вы сможете снова развивать свои отрасли. Это всё, о чём я Вас прошу. Пересмотреть решение просят торговые партнёры США и главные экспортеры металлов на американский рынок. У США и Канады значительное торговое сальдо по стали. Мы покупаем сталь у них, а они у нас. Эти цепочки поставок настолько интегрированы, что введение пошлин ударит как по Канаде, так и по США. Поэтому мы считаем это предложение неприемлемым. Мы надеемся, что найдём возможность сообщить США. Поставки стали и алюминия из Японии, страны-партнёра, не представляют угрозы для американской национальной безопасности. Не медлил с реакцией и Евросоюз в Брюсселе заявили, протекционизм не пройдёт. Мы сожалеем об этом шаге. Он представляет собой вопиющее вмешательство ради защиты американской промышленности и не может быть оправдан соображениями национальной безопасности. Протекционизм не может быть ответом на общую проблему в сталилитейном секторе. Этот шаг вместо решения проблем может только усугубить ситуацию. Причём намекнули в Брюсселе одними заявлениями. Европа не ограничится. Европа готова дать отпор и ввести ответные зеркальные пошлины. Список уже набросали и он куда длиннее и разнообразнее американского. Среди предложений пошлины на джинсы, футболки, рис, кукурузу, апельсиновый сок, косметику, мотоциклы, яхты и даже бурбон. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Британские учёные определили яд, которым отравили бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Это было очень редкое вещество нервно-паралитического действия. Дело теперь квалифицируют как покушение на убийство. За ходом расследования следит наш британский спецкорр Светлана Чернецкая. Без изменений состояние пострадавших остаётся критическим. Это уже четвёртый день в реанимации для бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но есть и хорошие новости. Полицейский, который первым прибежал на помощь, очнулся и уже даёт показания. Похоже, он тоже подвергся действию яда, которым отравили отца и дочь. Как оказалось, на улицах этого тихого английского городка применили оружие массового поражения. Учёные определили, это было вещество нервно-паралитического действия. Эта группа ядов запрещена к производству и хранению Конвенции о химическом оружии. Полиции предстоит расследовать, каким образом химоружие попало в страну и кто стоит за атакой. Купить такое вещество или создать вне высокотехнологических лабораторий практически нереально. И всё больше подозрений, что за нападением стоят не бандиты, а государство. Использование вещества нервно-паралитического действия на британской земле – наглый и безрассудный акт. Это было покушение на убийство, исполненное самым жестоким путём в общественном месте. Следствие быстро продвигается, и правительство намерено действовать без колебаний, как только факты прояснятся. Самый известный представитель нервно-паралитических газов Зарин его использовали в масштабной атаке на жилые районы Сирии в 2013-м. Тогда погибли сотни людей. В Солсбери специалисты обследуют дом Сергея Скрипаля, просматривают сотни часов видеозаписей с камер наблюдения, пытаясь поймать момент атаки. Исполнитель был довольно профессиональным, чтобы распылить яд незаметно и не заразиться самому. 66-летний Сергей Скрипаль в Великобританию попал в результате обмена шпионами в 2010-м. В России он сидел за госизмену. Полковника обвинили в работе на британскую разведку. В это воскресенье он с дочерью вышел в центр города, и в какой-то момент они оба потеряли сознание. Пока в полиции не спешат оглашать список подозреваемых, но в прессе это нападение сравнивают с отравлением экс-агента ФСБ Александра Литвиненко. В Лондоне в 2006-м. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Президент Польши Анджей Дуда извинился за гонение евреев во времена коммунистического режима. Он назвал эту страницу истории позорной. Впрочем, по словам Дуды, современная Польша не несет за это ответственности и не должна извиняться. В 1968 году около 13 тысяч евреев лишили польского гражданства, назвав пятой колонной. Все они были вынуждены покинуть страну. Об автономии для закарпатских венгров заговорил посол Венгрии в Украине. Он считает, что ничего плохого в этой идее нет. В украинском медиа отреагировали, заявили, что дипломат превышает свои полномочия. Это же касается и недавнего предложения развернуть в Закарпатье миссию ОБСЕ. По словам замглавы МИДа Елена Зеркаль, этот вопрос планируют обсудить с венграми уже в ближайшее время. 50 тысяч гривен за место на кладбище. Такую взятку требовала чиновница в Ужгороде. Дело в том, что городское кладбище исчерпало свой ресурс, а нового пока не открывают. Поэтому с местами для захоронений в Ужгороде огромные проблемы. Деньги нужно было перечислить на банковский счет чиновницы. Когда служащая попыталась их снять, ее задержали полицейские. В Мукачеве ограбили банк. Точнее, сектор с ячейками, который находился на последнем этаже здания. Грабители проделали дыру в крыше. На видеокамер наблюдения мужчина по самодельной веревочной лестнице спускается в хранилище. Всего почистили более 30 ячеек. По информации закарпатских СМИ, украли около 4 миллионов долларов. Задержать преступников пока не удалось. Накануне 8 марта настоящий праздник устроили маленьким пациентам Киевского онкологического центра и их мамам. С помощью благотворительного фонда возрождения в отделении провели ремонт, а дети получили подарки. В этом детском отделении Киевского городского клинического онкологического центра лечится 40 пациентов. Пустых коек здесь не бывает. Многие дети вместе с родителями проводят тут по много месяцев. Последний раз ремонт в отделении делали еще перед открытием, в конце 80-х. С тех пор оставались лишь обшарпанные стены. Благодаря помощи благотворительного фонда Владимира Мунтяна «Возрождение» здесь провели полноценный ремонт. Владимир Михайлович очередной раз помог детскому отделению. Вот то, что вы сейчас видите, в каком состоянии находится наше отделение, это благодаря его помощи. Абсолютно новый потолок, светильники, стены, такие красивые с этими украшениями, декор окна. С фондом возрождения мы уже работаем около 5 лет. Фонд возрождения помогает нам все эти 5 лет абсолютно регулярно. Это и средства медицинского назначения, это и лекарственные препараты, которых не хватает в отделении. Для отделения в фонде приобрели и наркозно-дыхательный аппарат. Кроме этого, детям регулярно привозят ценные подарки. Сергею 16. В декабре к Новому году попросил в подарок ноутбук. Теперь в перерывах между процедурами активно изучает программирование. Когда пришли подарки, как-то неожиданно было от этого всего. Столько эмоций было. Закончил 11 класс, думал поступить на программиста. Сидив и учил мову программирования офисов. Пока саму мову учусь. Основные самые. А так думал создавать какие-то программы. С этим детским отделением фонд возрождения сотрудничает уже более 5 лет, говорит Владимир Мунтян. Будем увеличивать поддержку, увеличивать объемы относительно того же оборудования. По выявлению, к примеру, по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии. Есть вот эти на сегодняшний день такая аппаратура, которая позволяет даже операцию делать не так, как раньше, а уже по европейским стандартам. Но все же упирается во что? В финансы. Поэтому мы с нашими партнерами будем думать об этом, каким образом нам найти эти финансы. И по-любому мы будем участвовать в этом, покупать это. И это уже касается не только детской онкологии, это касается и взрослых людей. Оказывать дорогостоящую помощь в фонде могут в том числе и благодаря помощи партнеров. Я думаю, что каждый человек, который, если он успешный, если он зарабатывает деньги, он должен помогать. То есть поддерживать тех людей, которые в данном времени оказались в нужде. Я участвую уже в такой благотворительной деятельности как минимум 10 лет. Поэтому и участвую, соответственно, в тех проектах, которые ведет Благодарительный фонд возрождения. И в том числе на сегодняшний день это один из тех проектов. Пациентам помогают и оплачивать дорогостоящую химиотерапию. Кроме Киевского онкоцентра, в фонде регулярно сотрудничают и более чем с 50 другими больницами. Закупают медикаменты, оборудование, а отделение оборудуют новыми телевизорами. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Судьба моряков с кораблей «Меконгспирит» и РС-97 может решиться уже в ближайшее время. Речь идет о более чем двух десятках людей. Таковы результаты переговоров украинских дипломатов в Греции. Моряки, напомню, долгие месяцы ждут решения греческих властей. Одних подозревают в незаконной перевозке оружия, других в контрабанде сигарет. Сегодня представитель МИДа Василий Кирилльич прибыл на остров Крит и встретился с экипажем судна РС-97. Дипломаты привезли необходимые продукты и воду ранее. Кирилльич пообщался с представителями Минюста и МИДа Греции и генпрокурора. А также побывал в двух тюрьмах, где отбывают наказания украинские моряки. Нам подкреслили и наголошили на том, что экипаж не затриман, экипаж не подозреван. Грецкая сторона подтвердила, что она абсолютно согласится с нами в необходимости финального решения. Нас запевнили, что в коротком времени будет сбалансировано все эксперты оценки о том, в каких условиях украинские моряки ожидают решения греческих властей и есть ли шанс освободить тех, кого уже осудили. Материал из Греции готовит наш корреспондент Елена Зорина. Смотрите его уже завтра в программе «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Третий год жители Красногоровки без централизованного отопления. Областная власть закупила буржуйки, но ждать их пришлось больше года, а потом выяснилось, что печи бракованные. Кто допустил такую ситуацию, разбирались наши корреспонденты. Эти кадры сделаны в Красногоровке в 2015 году. После обстрела пророссийскими боевиками населенный пункт остался без снабжения газа. Люди вынуждены были фактически выживать. Без отопления и возможности приготовить пищу остались более 500 семей. В городе объявили чрезвычайное положение. Справиться с ситуацией пытались волонтеры и международные благотворительные организации. Первой о проблеме прифронтовиков во всеукраинском масштабе с трибуны парламента заявила нардеп Ольга Червакова. В этих местах отсутны централизованные опаления. В период минулого опаливального сезона, когда опаления не было, был собачий холод в квартирах, в многоповерховках города Красногорка. Насмерть замерзло 11 людей. Спустя три года ситуация с централизованным отоплением в Красногоровке не изменилась. На этой неделе на своей странице в фейсбук Червакова сообщила, областная власть выдала местным жителям для обогрева буржуки. Потратили на это более полутора миллиона гривен. Должны были дать и топливо, но до этого не дошло. Правда, как выяснилось позже, печи абсолютно не соответствуют нормам. Жители Красногоровки утверждают, пользоваться ими невозможно. Вы представляете, я ее должна открывать, я ее должна залаживать туда. Трубы, гляньте какие трубы. Это и сотки нету здесь. Более того, утверждают люди, эксплуатировать эти печи опасно для жизни. Топить печку, дым весь, тепло поднимается вверх. Да, открываешь печку, весь дым и все. Кидаешь одну дровиняку, вторую дровиняку, она же начинается. И весь дым, весь чат, все, стоишь, слезы текут, все, и этой печки не захочешь. И в хате чернота, гарь. И отравиться ж можно. Такую помощь от местной власти, несмотря на чрезвычайное положение, говорят, люди ждали более года. Ольга Червакова утверждает, в чрезвычайных ситуациях закупка печей проводится по упрощенной процедуре, без тендеров. И тратится на это максимум неделю. Но процесс при фронтовой зоне не ускорили даже постоянные обращения парламентария. Ситуация заинтересовалась местная прокуратура. Там говорят, тендер по закупке печи провели без нарушений временных сроков. Но к качеству продукта вопросы остались. Під час досудового расследования было установлено, что данные вирильно-паленой печи не соответствуют якости, которая была назначена в договоре, и в спецификации договора. И за данным фактом сделано, естественно, досудовое расследование. Під час досудового расследования было назначено инженерно-техническую экспертизу и товарознавчую. За результатами проведения экспертизы были складены такие выяснивки, что из 44 выявленных нами печей, 40 не соответствуют условиям договора и спецификации. В частине отсутствия на них конфорок, что в подальшем унеможливое функциональное их призначение по приготовлению троцогрева ячей. По факту расследования в прокуратуре открыли два криминальных дела, фигурантами которых является директор компании, производящей печи, и чиновник Донецкой обл. администрации, который отвечает за подобные тендеры. Мы отправили запрос в администрацию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, и как только получим ответ, дадим более детальную информацию. Александр Васильченко, Евгений Пахальчук, подробности, телеканал Интер. Только женщины и только драйв в Киеве провели автосостязания, в которых за рулем были исключительно девушки. Ралли юбилейная, 20-я по счету, как все было, видела Ирина Баглай. Самым сложным, я считаю, это держать минимальную скорость, потому что соревнования на время, а не на скорость. А я привыкла ездить быстро, и придется ездить медленно. Анастасия – водитель с 15-летним стажем. Ее слабость – адреналин. Это заметно даже по номеру на автомобиле. В переводе это «Мисс Акула». Плавала с акулами, а я спортсменка-экстремалка. В юбилейном 20-м женском ралли приняли участие 58 машин. Главное требование – экипаж, исключительно женщины. Как ни удивительно, главные в этом соревновании не водители, а штурманы. Им предстояло, получив маршрут, рассчитать время и скорость. Мы в определенное время должны проехать определенную точку. Очень важно не проехать, не повернуть в другом месте, потому что карта сдвинется. Нужно будет ориентироваться по знакам. Анна впервые в роли штурмана. На участие в ралли ее сподвигла сестра Анастасия. Этот заезд – первый в жизни и для любови. Ее уговорила водитель-победительница прошлого года Лолита. И сегодня они не хотят отдавать розу чемпионок женского ралли. Настроены только на победу. Есть такая роза, кованая, которая передается из года в год победительнице соревнования. Вот так вот. Не ходите туда? Нет. В любом случае. Минус, что они на перемогу? На перемогу. Мы говорили, да. Або мы едем, або перемогать, або не едем вообще. В юбилейном 20-м ралли приняли участие почти шесть десятков экипажей. Соревнование состояло из трех этапов. С лалом – легенда, когда надо было проехать за определенное время, определенный участок и картинг – подарок от организаторов. Для тех девчонок, у кого в крови бензин, мы делаем им такой подарок. 8 марта в Киеве начинается автомобильный спортивный сезон. Женщины за рулем в этом ралли ломает стереотип, говорят организаторы. Их главная черта, которая ведет к победе – это осторожность. Осторожность. Рассудительность. Тот, кто хладнокровнее ведет себя за рулем, тот и побеждает. Ирина Баглая, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Когда женщины будут руководить ООН и куда исчезли деньги Каддафи? Об этом и не только в нашем обзоре. Дать женщинам власть призвал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он записал видеоролик Международному женскому дню. По словам Генсека, пока в современном мире все-таки доминируют мужчины. Чтобы исправить несправедливость, в ООН решили начать себя. Среди руководителей высшего звена организации мужчин и женщин уже поровну. Гутерриш пообещал в ближайшее время установить такой же паритет среди руководителей низших уровней. В Тегеране к двум годам тюрьмы приговорили женщину, которая публично сняла хиджаб. Произошло это еще в декабре 2017 года. Однако известно стало только сейчас. По словам прокурора Аббаса Джафари Далатабади, своими действиями женщина подстрекала к коррупции. В чем конкретно это выражалось, он не объяснил. В прошлом месяце иранская полиция задержала почти три десятка женщин за акцию против хиджабов. Более 10 миллиардов евро исчезли с бельгийских счетов бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи. 16 миллиардов на четырех счетах были заморожены властями в Бельгии в 2011 году по решению ООН. Исчезновение средств обнаружили недавно. В Министерстве финансов утверждают, решения о размораживании фондов не принимали. По мнению местных СМИ, средства могли снять люди из ближайшего окружения Каддафи. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей UA. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.